Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью, что отталкивает людей от вас. Посудомоечная машина, кладбище мифов. Люди моют посуду в раковине, прежде чем загрузить ее в посудомойку, кладут двойную порцию таблеток и все равно верят в то, что вручную отмыть все проще. Объясняем, в каких случаях посудомойка вам враг, а в каких, друг? Сколько воды тратится? Доказано, что посудомоечная машина экономнее. На всю загрузку она тратит столько же воды, сколько вытекает из включенного на полную мощность крана всего за 2 минуты, представьте. За это время в обычном темпе вы, скорее всего, помоете 2-3 тарелки, а если будете скрести прилипшую на них еду, получится еще дольше. А что по поводу электричества? В квартирах европейцев стоят нагреватели воды, им приходится тратить на это либо электричество, либо газ. В России вода нагревается из центральной системы, но в некоторых квартирах тоже стоят бойлеры. Так что вы потратите нисколько, не меньше электричества или газа. Обработка горячей водой убивает бактерии. Фото onsplash.com. Как лучше для посуды? Большинство посуды можно мыть в посудомойке. На упаковке или самом товаре должен быть значок посудомоечной машины, который указывает на пригодность. Если значка нет, помните, что мыть в ней можно все, кроме тонкого фарфора, чугуна, алюминиевых и эмалированных кастрюль. Также не советуют промывать детали бытовой техники, мясорубок, соковыжималок, автоматических венчиков. Что еще загрузить в посудомойку? Любые контейнеры, тряпки для кухни, губки, все эти предметы можно промывать в машинке. Причем обработка будет гораздо качественнее, чем при ручном промывании. Например, на грязных тряпках умрут бактерии, исчезнет неприятный запах. Напоминаем? Прочитай статью, что отталкивает людей от вас. По ссылке ниже. Продолжение следует... Продолжение следует...